СМИ 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 Для того, чтобы по этой логике дальше индексировать пенсию, необходимо будет еще раз поднять пенсионные влазы в 1928 году, а потом еще раз, еще раз, еще раз и еще раз. То есть в рамках конструкции, которая заложена в современную государственную политику, пенсии по этапу необходимо отменять вообще. Пока что власти, ссылаясь на проблемы, урезают пенсии, всячески демонстрируя нам, что будто бы пенсии это какой-то странный недостаток, какой-то негативный пережиток для современного государства, что забота о гражданах, кстати, за их счет, это не для России. Ну да, но почему-то даже в не самых передовых странах Европы, где демократия и капитализм действуют ровно тот же срок, что и в России, так не считают. У них почему-то по-прежнему забота о гражданах на первом месте. Всевременное российское пенсионное обеспечение не является обременительным для экономики. Любое обременение мы понимаем в сравнении с другими странами, которые могут быть в сравнении с Россией, и мы можем говорить, что обременительно, что нет. Пойдем в две не самые развитые страны, Западная Европа, Португалию и Польшу. Особенно Польшу, поскольку это и есть наш сосед, и это и есть бывший наш союзник, страна, которая была в орбите Совета экономической взаимопомощи и Варшавского договора. Отход в Польшу на пенсионное обеспечение тратится порядка 12-13%, а в России 7%. То есть если бы в России нагрузка на экономику для выплаты пенсии была бы такая же, то в этом случае размер пенсии в России был бы спокойно в два раза выше, чем сегодня. Но этого нет. Там налоги для населения, налоговая система сформирована в пользу обычного человека, у нас налоговая система сформирована в пользу правящей элитки. Да, вот этого правящего класса 100 тысяч долларов миллионеров и 100 человек из списка корпуса. Поэтому разница сургендиозная между нами и нашими соседями. И понятно, что необходимо делать. Для этого, конечно, должна быть совершенно другая власть на ней. И другой парламент, и ликвидация однопартийной системы. К сожалению, шанс 21-го года использован не был в обществе. Но, что ж могу сказать, учимся на ошибках дальше. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте.